Объект 1730. Что случилось с зоной 13? Класс содержания. Нейтрализованный. Особые условия содержания. В радиусе 2 км от SCP-1730 установлен круговой периметр. В радиусе 1 км карантинная зона. Перед входом внутрь SCP-1730 сотрудники должны быть предварительно подготовлены для работы с угрозами класса 7. В том числе оснащены модифицированным укрепленным герметичным костюмом для работы с опасными материалами. Применение этих защитных мер проводится у главных ворот карантинной области, временной зоны 23. Лица, покидающие карантинную область, предварительно подлежат протоколам тщательного обеззараживания под контролем сотрудников карантина. Лица, не соответствующие параметрам выпуска из карантина, подлежат дальнейшему обеззараживанию. Или, если последнее не представляется возможным, устранение. Обновление особых условий содержания. Биологические и когнитивно опасные сущности привели к значительным потерям среди спасательных команд. Дальнейшими экспедициями на территорию объекта занимается мобильно-оперативная группа ЗТ-9 «Кратокрыса». Обновление ОУС. В связи с событиями, описанными в протоколе обследования 7, все дальнейшие экспедиции в SCP-1730 приостановлены на неопределенный срок до утверждения смотрителям. Обновление ОУС от 1.02.2016. Ввиду сведений, полученных группами наблюдения фонда, операции по разведке и получению материалов из зоны 13 возобновлены. Подробности будут доступны на основе служебной необходимости. Начальникам назначенных МОК привести группу в готовность. Обновление ОУС 15.03.2017. Задействованы МОК «Аполу-3егеря» и «Тау-5 Самсара». Они направлены исследовать SCP-1730. Смотрите приложение 1730.8 для получения подробностей. Обновление ОУС 220.06.2017. В связи с событиями, описанными в приложении 17.39, SCP-1730 был реклассифицирован как нейтрализованный. Ведутся дополнительные исследования. Материалы по допросам станут доступны по мере рассекречивания. Описание. SCP-1730 представляет собой крупный комплекс сооружений, обнаруженный 5 июня в 15 километрах к северо-западу от границы США и Мексики в национальном парке Big Band Ranch. Ввиду изолированной природы комплекса и низкой выживаемости элит, вступавших с ним в контакт, не исключено, что SCP-1730 был обнаружен ранее, но сообщить о нем не удалось. Идентификационная маркировка на SCP-1730 и обнаруженные внутри документы свидетельствуют, что SCP-1730 когда-то являлся зоной 13 фонда, первоначально располагавшейся в Номе, Аляска. Это противоречит наличествующим записям, которые гласят, что зону 13 действительно планировалось сооружать в Номе. Однако проект был пересмотрен в пользу более крупной и лучше оборудованной зоны 19 и завершен не был. Флора, обнаруженная на территории объекта, характерна для Аляски. Каким образом SCP-1730 оказался в текущем местоположении? Неизвестно. SCP-1730 находится в очень неудовлетворительном состоянии и, по-видимому, пребывает в таком состоянии в течение длительного периода времени. Электрогенератор зоны продолжает работать, несмотря на его повреждения. Ряд утечек топлива и пожары по всей территории учреждения. Это приводит к перебоям электричества по всей зоне, что препятствует разведывательным и спасательным работам. Происхождение SCP-1730 неизвестно, как и природа многих аномальных сущностей. находящихся внутри. Подтверждено, что подвальные уровни со 2 по 15. Записи свидетельствуют, что для содержания сущностей использовались именно эти уровни, но какую глубину имеет учреждение неизвестно. Использовались для содержания сущностей, хотя состояние камер содержания значительно ухудшилось. Предполагается, что где-то на нижних подвальных уровнях учреждения могут находиться выжившие сотрудники. По всей зоне обнаружены сообщения на английском языке, состоящие из предупреждений, таких как опасность, здесь смерть, и других сообщений, таких как не мое тело и кровь. В нескольких разных местах в подвале было обнаружено повторяющееся сообщение, что случилось с зоной 13. В функционирующих терминалах зоны было обнаружено несколько журналов. Смотрите приложение. Стоит отметить несоответствие между журналами и данными исследования, в том числе в отношении плана зоны, внешности персонала и содержания аномалий. Приложение 1730.1. Обнаруженный журнал. Команда Чарли Юкон. Назначение. Восстановление зоны 13. Командир Чарли Юкон 1. Начало протокола. Мы нашли штуку, убившую Дейли. Заползла прямо в рот. А потом у Дейли потекла кровь из ушей. Вливал ею. Срал ею повсюду. Кровь как-то странно выглядела. Слишком темная. Текла по его волосам. Будто из фолликулов. Его волосы выпали вместе с ней. Когда кровь закончилась, та херня вылезла из него. С еще одной такой же. Одна из них, не знаю какая именно, выжала всю эту кровь как пиявка. Вторая залезла обратно в Дейли. И он встал. Повернулся и пошел к нам. Я увидел ту херню внутри него, когда он открыл рот. Так что я пустил ему пули в лицо. Потом еще. Мы разрядили в него по обойме. После этого он уже не вставал. Мы не собираемся тут задерживаться. Нашли еще одну надпись тут. Из тех, которые... Когнитивная угроза удалена. Просто вопрос времени, когда это начнется. Мы привязали немного С4 и взорвали стену. И я думаю, что это не очень смотрительно в этом месте. Но какая разница? Джонс уже стал тихим, как и другие. Мы столкнули его в шахту лифта. Я не слышал, как тело ударилось о пол. По-моему, я только что услышал, что они запустили молотилку. Жаль, что мы не знали об этом раньше. Мда. В приложении 1730.2 обнаружено автоматическое оповещение. Ниже приведенное сообщение было обнаружено в системе аварийного оповещения CP1730. Судя по данным журналов, сообщение было передано за секунду до крупного нарушения электрического режима и за три минуты до взрыва силового реле зоны. Всем сотрудникам. Зона 13 пострадала от значительного нарушения условий содержания. Когнитивная угроза удалена. Нарушил условия содержания во время тестирования. Ядерное устройство зоны недоступно. Активирован протокол молотилка. Системы жизнеобеспечения включены. Электрические системы выключены. Противопожарная система выключена. Противозатопительная система выключена. Состояние реактора критическое. Состояние содержания евклидов критическое. Состояние содержания кетеров провалено. Приложение 1730.3. Стенограмма видеопротокола первичного обследования. Дата. Исследовательская группа. МОК Дельта-12 грыземеты. Обследуется SCP-1730. Командир группы Дельта-12К. Члены группы. Дельта-12-1-2-3-4-5. Начало протокола. Дельта-12К. Ночная запись. Проверка микрофонов. Дельта-12-1. Прием. Тиро-4. Прием. Тиро-3. Прием. Тиро-5. Прием-прием. Тиро-2. И пятым буду. Прием. Тиро-К. Ясно. Центр. Как вы нас слышите? Центр. Подтверждаю. Тиро-К. Ясно. Держите оружие на готове. Я не знаю, кто нас там ждет. Итак, все готово. Заходим через двери. Группа входит внутрь основного здания CP-1730. Через незапертые передние двери. Тиро-К. Смотреть в оба. Тиро-3. Темень. Включаю фонарь. Тиро-К. Хорошая идея. Группа включает наплечные фонари. Тиро-1. Тут что-то написано на стене. Тиро-2. Да, и здесь тоже. Тиро-К. И что именно? Тиро-1. Спускайтесь ниже. Не смотрите на стены. Тиро-4. Да уж, поздно как-то. Тиро-К. Что у вас второй? Тиро-2. Что нам делать? Тиро-К. Вы это видите центр? Центр. Да. Тиро-К. Ясно. Продолжаем движение. Вон служебный лифт. Пятый. Проверьте, есть ли питание. Тиро-5. Ага, работает. Тиро-К. Тогда посмотрим, куда у нас приведет. Группа входит в служебный лифт. Видео показывает освещенную панель управления кнопками. Дельта-12К нажимает кнопку с надписью минус 3. Тиро-1. Поехали. Лифт недолго спускается и останавливается, достигнув третьего подвального уровня. Дверь открывается. За ней виден темный коридор. На углу светит свет. Примерно в 50 метрах от лифта. Тиро-К. Ясно. Проверим этот уровень. Потом пойдем дальше. Первый и третий. Проверьте тот коридор. Я и четвертый обследуем комнаты в этом коридоре. Второй и пятый остаются здесь и следят, чтобы лифт не сбежал. Группа рассредотачивается. Тиро-1 и тиро-3 движутся в направлении света в конце коридора. Дельта-К начинает осматривать помещение по левую сторону коридора. Тиро-4 по правую. Тиро-4. В комнатах грязно. Что это? Тиро-К. Да, тоже вижу, что за грязь такая. Тиро-4. Какая-то смола вроде. Пахнет металлом. Вынимает из-за пояса контейнер для образцов. Отправляю вам, центр. Пускай ваши в этом ковыряются. Центр. Принято. Попробуйте держаться подальше от этого, пока мы не выясним, что это такое. Тиро-К. Ну ясен пень. Тиро-1. Мы в конце коридора. Тут другой коридор. В конце него что-то вроде баррикады. Разные столы в кучу свалены. Центр. Можете подойти к баррикаде. Первый. Дельта-12-1 и дельта-12-3 приближаются к баррикаде. Тиро-4. В этой комнате еще больше смолы. Все стены измазаны. Обнаружили тело. Тиро-К. Первый. Оставайтесь на месте, не двигайтесь. Четвертый. Я иду. Дельта-12-К входит в комнату. В углу видно гуманоидное тело, наполовину погруженное в густой черный материал. Голова и шея не видны. Тиро-К. Ага, есть как опознать. Тиро-4. На поясе место для бейджика. Но его нет. Наверное снят, чтобы где-то разблокировать двери. Тиро-К. Может быть. Продолжайте первый. Тиро-1. Угу. Пауза. Командир, тут еще тела. И под баррикадой. Все в смоле. Тиро-1. Блин, вот тот шевельнулся. В этой куче что-то есть. Посвяти-ка. Тиро-К. Продолжайте движение, мужики. Тиро-1. Ах ты же, блядь. Тиро-К. Доложите обстановку. Мы идем к вам. Тиро-3. У одного изо рта что-то выпало. Вроде как змея. Много зубов. Пока не знаю, как сказать. Что это? Тиро-1. Гляньте сюда. Ты попал в тело. Видишь это? Тиро-3. Бляха, оно пустое. Дельта-12-4 приближаются к баррикаде. Тиро-К. Вы видите этот центр? Центр. Так точно. Тиро-К. Ясно. Будьте на чеху тогда. Оружие к бою, если еще этого не сделали. Тиро-4. Так точно. Тиро-К. Давайте обратно к лифту. Попробуем добраться к другому уровню. Эта дверь не... Да, я так и думал. Пошли. Дельта-12-К. Дельта-12-1. Тиро-3 и тиро-4 движутся обратно по коридору. Тиро-4. Погоди секунду. Тиро-1. Разве тут раньше не налево поворот был? Тиро-4. Точно налево, бля. А где лифт? Тиро-К. Второй и пятый вы меня слышите? Тиро-4. Приплыли. Тиро-К. Заткнись. Ясно, блин. Центр нас слышно? Центр. Конечно, капитан. Тиро-К. Второго и пятого видите? Центр. В 40 метрах на 12 часов от вас. Тиро-К. Да тут стена. Похоже, она тут всегда была. То ли у нас глюки, то ли здание выкобенивается. Вы можете с кем-то из них связаться? Центр. Секунду. Центр пытается связаться с Дельта-12-2 и Дельта-12-5. Ни тот, ни другой не реагирует. Центр. Никак нет. Тиро-К. Вот же дерьмо. Давайте искать дорогу и выбираться. Группа Дельта-12 проходит до середины коридора. Примечательно, что коридор значительно длиннее, чем любой из обнаруженных ранее на планах зоны. Тиро-1. Тут что-то еще на дверях? Тиро-К. Что именно? Тиро-1. Написано «Тишина». Проверим. Тиро-К. Это камера содержания? Тут вроде просто дверь кабинета. Тиро-4. Тут везде кабинеты. Тиро-К. Ладно, пошли. Дельта-12-1 пытается открыть дверь. Тиро-1. Заперто не могу открыть. Тиро-К. Убивай. Тиро-3. Вы слышали это? Тиро-1. Один. Два. Тиро-3. Звук как будто говорит... Тиро-1. Тиро-3. Дельта-12-1 выбивает дверь ногой. На трех кадрах видеозаписи за дверью виден испуганный глядящий обнаженный человек. Скажется вырывающимся из ушей пламенем. Тиро-3. Блин. Яркий свет и звук жареного мяса. Объективы всех камер повреждены и не функционируют. Все микрофоны, кроме микрофона Дельта-3, отключаются. Центр. Что случилось, капитан? Группа Дельта-12. Центр пытается связаться с Дельта-12-К в течение еще 30 секунд. Затем понимает, что микрофон Дельта-12-3 по-прежнему функционирует. Центр. Дельта-12-3. Вы нас слышите? Тиро-3. Центр. Дельта-12-3. Тиро-3. Статические помехи, затем звуки скольжения. Центр. Дельта-12-3. Тиро-3. Крик, затем звук удушья в течение 43 секунд. Затем звук текущей жидкости, сопровождаемый звуком рвоты. Слышен удара пол крупного мокрого объекта. На фоне слышен приближающийся глухой низкий звук. Микрофон неожиданно отключается. Центр. Дельта-12-3. Бляха-муха. Тиро-2. Бляха-центр. Тиро-5. Иисусе. Центр. Что от Дельта-12-2? Где вы сейчас? Тиро-2. У лифта. У нас тут рации работать перестали. Мы просто ждем, пока остальные вернутся. Центр. Остальная часть группы утеряна. Оставайтесь на месте. Мы пытаемся настроиться на ваше видео. Тиро-5. Да смысла нет. Наверное, просто помехи. Вы можете направить сюда группу, чтобы нас вытащили. Центр. Оставайтесь на месте. Видео идет. Тиро-2. Не. Центр. Понял вы. Камеры обоих субъектов показывают не коридор, в котором они стоят, а некое просторное подсобное помещение. Неподалеку видны бойлеры. Стены выглядят полуобрушенными. Дельта-12-2 висит вниз головой. Лицом к Дельта-12-5. Оба совершенно белые и неподвижные. Их лица покрыты кровью, вытекающие изо ртов ноздрей и глаз. Позади Дельта-12-2 быстро движется крупный объект. Слышны звуки из многочисленных источников. Дельта-12-5 открывает глаза. Два кадра спустя видео и аудиотрансляции прерываются. Дальнейшие попытки связаться с группой Дельта-12 не удаются. Конец протокола. Стенограммы видеопротокола первичного обследования. Дата. Исследовательская группа МОК и Псилон-24. Путешественники Гулливера. Обследуется SCP-1730. Командир группы Ипсилон-24К. Члены группы Ипсилон-24-1 и Псилон-24-2. Примечание. В результате привычного обследования главного здания зоны оказалось, что оно слишком опасно, чтобы повторять попытку без дополнительных ресурсов. Единственная доступная мобильная опергруппа МОК и Псилон-24 в составе трех человек была направлена для восстановления энергоснабжения зоны и оценки ущерба. Начало протокола. Центр на связи. Одновременно включается видео и аудиосигнал всех трех членов. Перед ними виден вход на электростанцию SCP-1730 и Псилон-24К. Нас слышно? Центр, так точно. 24К. Хорошо. Что еще мы должны знать? Центр. Тепловое сканирование указывает, что одно из ядер перегрета, возможно на грани взрыва. Держитесь как можно дальше. Можете при необходимости использовать микрозонды. Обратно их можете не забирать. 24К. Вас понял. Итак, пошли дальше. Группа Ипсилон-24 входит на электростанцию. Первое помещение, похоже, представляет собой контрольно-пропускной пункт Ипсилон-24-1. Столкнулись с первой проблемой. Дверь заперта. Ипсилон-24-2. Довольно прочная. Это стекло пуля непробиваемая. 24К. Проверь. Тире-2. Вот ответ. Тире-К. Центр. Мы можем использовать взрывчатку. Центр. Запрещаю. Здание на ладан дышит. Есть риск, что она обвалится прямо на вас. Тире-К. Ну блин, другого входа-то нет. Тире-1. Подождите, у нас на месте никого с карточкой четвертого уровня допуска нет. Можно было бы отменить блокировку. Центр. Доктор Эдвардс с группой над боксом содержания. Тире-1. Нет-нет, нужен кто-то старше. Эдвардс у нас работает лет 10. Нужен кто-то, у кого давно есть допуск. Центр. Ожидайте. Центр. Директор Джеймсон. В настоящее время в командировке в зону 65. Тире-1. Эх, это 3 часа отсюда. Мы не... Тире-К. Нет, идея хорошая. Позвоните директору Джеймсону, Центр. Спросите у него, какой у него был код допуска В. Когда зону У-19 построили? В 1960-м? Центр. Ожидайте. Проходит 10 минут, посторонний разговор удалены. Центр. Итак, вы готовы? Тире-1. Давай. Центр. Удалено. Тире-2. Да, разрази меня гром. Тире-К. Здравствуйте, научный сотрудник Джеймсон. Зацените. Центр. Мы передадим директору вашу признательность. Тире-К. Передайте, пожалуйста. Хорошо, сработано. Первый, пошли. Группа входит в главный зал электростанции. Центр. Вы видите поврежденное ядро? Тире-К. Нет, они все выглядят отлично. Смотрим через тепловизор. Тире-2. Вон то. Тире-1. Мы что-то упустили? С виду это нормальное ядро. Центр. Нужно подобраться поближе, ребята. Тире-К. Вас понял, запускаем микрозонд. И Псилон-24-Тире-К запускает микрозонд. Дрон приближается к ядрам электростанции и начинает кружить над ними. Ядер 12. Семь из них не подлежат ремонту. Три не дают энергии. Два работают на полную мощность. Одно из этих двух ядер перегрето. Но кроме своей аварийной температуры не проявляет никаких других признаков неполадки. Центр. Выглядит нормально. Можете к нему приблизиться, капитан? Тире-К. Конечно. Группа Ипсилон-24 приближается к перегретому ядру. По мере приближения температурные показатели растут. Тире-1. Так или иначе, тут жарко. Тире-2. А что это за дерьмо? Тире-К. Сколько его тут? Что это за смола? Какие-то отходы? Центр. Старайтесь держаться подальше от них, капитан. Вы сможете прикрепить флакон к микрозонду и отправить его обратно по пути вашего следования? Тире-К. Да, ожидайте. Второй мы возьмем один. Ага. Так. Пауза. Образец летит к вам, центр. Центр. Спасибо. Будьте осторожны, ребята. Попробуйте обойтись с другой стороны. Тире-1. Идем. Ничего, асо. Ах ты ж ебаный ты нахуй, смотрите. Тире-К. Матерь Божья. Камера и Псилон-24-1 показывают не меньше, чем 10 человеческих тел, присоединенных при помощи проволоки к перегретому ядру. Все тела выглядят аналогично телам, обнаруженным группой Дельта-12, совершенно белые. Кровь вытекает из всех отверстий, без признаков жизни. Тире-2. Тут что-то написано под ними? Это кровь? Тире-К. Что случилось с зоной 13? Тире-1. Эти провода не идут к главному зданию, видите? Они идут под нас. Тире-К. Какие-то надписи на них есть? Тире-1. Смотрю, они все отмечены как шахты для трупов. Уходят прямо в землю. Тире-К. Похоже, придется нам идти вниз. Центр вы слышите? Центр. Слышим. Только что получили ваш образец. Отчет будет через несколько минут. Тире-К. Хорошо, ладно, пошли вниз. Тире-2. Вот лестница. Группа Ипсилон-24 приближается к лестнице и начинает спускаться. На лестнице отсутствует освещение. Все члены группы включают наплечные фонари. Тире-К. Двери заблокированы намертво. Группа Ипсилон-24 спускается вниз лестницы. Дверь внизу открыта. Тире-1. Дверь разжали. Похоже, кто-то пытался проникнуть наружу, не внутрь. Тире-К. Здесь что-то написано на стене. Нахуй SCP. Тире-2. Как вежливо. Группа проходит в дверь. Тире-1. Чувствуете запах? Тире-К. Что бы ни было на другом конце этого зала, я не удивлюсь. Смотрите, тут горелый радиатор. Центр. Группа, примите к сведению, что мы теряем видеосигнал. Какие-то помехи. Тире-К. Вас понял, мы. Аудиосигнал обрывается. Следящая система остается активной в течение еще нескольких секунд. Центр пытается связаться с группой Ипсилон-24. В течение пяти минут сигнал периодически восстанавливается. Тире-1. Некоторые человеческие. Тире-К. То же самое внутри это черное дерьмо. Пахнет железом. Тире-1. Что-то выползает, смотрите. Тире-2. Выслышу. Тире-1. Нам три. Тире-К. Там вверху вы видите? Тире-2. Прием, вы в порядке, помощь нужна. Мы можем... Аудиосигнал пропадает совсем. Попытки извлечения приостановлены. По истечении 24 часов после обрыва сигнала, группа Ипсилон-24 признана утерянной. Образец, доставленный микрозондом, оказался смесью крови, осадкой из ядра и неопознанной биологической материи. Исследования вещества продолжаются. По прошествии одной недели, видеосигнал Ипсилон-24-1 активизируется на 13 секунд. Звук не передается. Видео показывает группу людей, стоящих вокруг стола и смотрящих вниз на него. Один из людей поворачивается к камере, и видео обрывается. Никаких дальнейших сообщений от группы не поступало. Стенограмма видеопротокола первичного обследования. Дата. Исследовательская группа. Радиоуправляемый дрон. Обследуется. SCP-1730. Командир группы. Нет. Члены группы нет. Примечание. В ожидании дополнительных ресурсов в главное здание был запущен дистанционно управляемый зонд. Через ту же дверь, через которую вошла группа Zeta-12. Запланированная цель миссии. Изучить нижние уровни и попытаться найти информацию о происхождении SCP-1730. Начало протокола. Дрон приближается к главному зданию и входит через переднюю дверь. Несколько секунд осматривает надписи на стенах в холле, после чего направляется к грузовому лифту. Дрон входит в лифт и поворачивается кнопком с номерами этажей. Имеется 5 надземных и 15 подземных уровней. Дрон выбирает уровень минус 15 и начинает опускаться. Через 7 этажей лифт внезапно останавливается. Спустя несколько секунд установлено, что это было связано с недолгим перебоем электричества. При помощи соответствующего оборудования дрон открывает переднюю дверь лифта. Видна открытая шахта лифта. Дрон не в состоянии определить ее глубину. При помощи лебедки дрон опускается на первый доступный этаж. Раздвинув дверь, дрон проникает в отверстие и втягивает лебедку. Знак на стене сразу возле двери гласит, что это 8 подвальный уровень. И что это крыло содержания объектов класса Евклид. Освещение отсутствует. Дрон направлен по основному коридору в поисках места для спуска на следующий уровень. Дрон направлен в боковой коридор с целью обследовать его. На стенах видны многочисленные надписи, в том числе «Не смотрите на стены и убивайте тихих». Осмотрев ряд помещений и найдя лишь пустые офисы, дрон возвращается в основной коридор. При виде крупной неясной гуманоидной сущности в конце коридора дрон остановлен. Сущность медленно скользит вдаль по коридору. Не обращая на дрон внимания, дрон направлен проследить за сущностью. Сущность входит в подсобное помещение, ближе к концу первого коридора. Видно, как из-под наружного слоя сущности появляется длинная рука и касается пола. При дальнейшем наблюдении замечено, что сущность подбирает немного густой темной материи, ранее идентифицированной как смесь крови и отходов электростанции, при помощи придатка, определенного как основной палец. Затем сущность медленно движется к стене позади нее и исчезает из поля зрения дрона. Сущность прекращает движение, а затем медленно поворачивается, чтобы уйти из комнаты. Дрон направлен к стене для поиска каких-либо изменений. Отмечено, что сущность оставила ряд уникальных символов, таких как «Когнитивная угроза удалена». Дрон делает несколько фотографий этих символов и передает их в центр. Дрон направлен вслед за сущностью, однако в коридоре ее нет. Никаких следов не обнаружено. Даже на толстом слое материала, покрывающего часть пола, дрон направлен дальше. Дрон достигает ряда дверей. Очевидно, камера содержания. Первая камера открыта. Табличка на двери гласит «Сущность 324». Назначена для устранения. 13.12.1975. Дрон входит в дверной проем. За ним находится просторная камера содержания с обитым толстым слоем резином стенами. Дрон замечает человеческую фигуру в углу камеры, покрытую густым темным осадком. При приближении дрона к сущности из ее пальцев появляются небольшие искры в его направлении. Дрон делает несколько фотографий и затем уходит. Следующие три камеры пусты, без табличек. Четвертая камера заперта. Табличка на двери разбита. В течение нескольких секунд дрон вскрывает дверь резаком и входит в помещение. В углу камеры находится истощенное тело человека женского пола, возрастом около 35 лет. Тело не проявляет никаких признаков жизни. Видна цепочка на шее, уходящая под рубашку. Примечательно отсутствие в этой камере осадка. Возможно, в результате того, что камера была заперта. Дрон осматривает труп на предмет идентификационного бейджа и находит его. На бейджике видна надпись «Jack Bright». Осмотренная цепочка на шее оказывается оборванной. Дрон покидает камеру. Через недолгий промежуток времени дрон находит лестницу и спускается на второй этаж. Знак у двери гласит «Пятый уровень». Дрон поворачивается к лестнице, с которой пришел, но не находит ее. После недолгого обсуждения в центре дрон направлен в дверной проем. Дрон входит в большой просторный этаж с офисами, освещенный солнечным светом. Рядом находятся несколько терминалов, хотя они повреждены. Дрон приближается к не менее поврежденному терминалу и пытается включить его. Терминал не включается, хотя неизвестно, связано ли это с повреждением или с отключением электроэнергии. Дрон маневрирует по комнате. На полу видны документы, многие из которых сожжены или измельчены. Дрон достигает терминала с надписью «M.Headley», выглядящего почти неповрежденным, и пытается включить его. Терминал включается. Дрон пытается соединиться с компьютером. Компьютер управляется той же операционной системой фонда, что и нынешние модели, хотя намного поколений старше. Дрон получает команду передать все файлы, какие удается, в центр, и приступает к этому. Примечание. На данном этапе центр потерял контакт с дроном. У нескольких членов рабочей группы неожиданно появились симптомы неустановленного аномального воздействия, заключающегося в угасании окружающих звуков и появлении пламени из ушей. После появления симптомов первый же звук вызвал нечто вроде бесшумного взрыва, уничтожившего большую часть оборудования связи центра. Позже было установлено, что этому эффекту подверглись только лица, видевшие символы, созданные крупной сущностью в подсобке. Дальнейшее изучение специалистами фонда по когнитивным угрозам и технологиям скрининга позволили установить, что сами символы представляют собой своего рода пирокластическую когнитивную угрозу. Любой человек, узнавший о символах, неизбежно попадает под воздействие угрозы, что делает опасным любое дальнейшее обследование зоны. Дрон оставался без внимания в течение нескольких дней после этого, однако ему удалось выполнить задачу по передаче содержимого терминала. Смотрите приложение. Попытки восстановить связь с дроном были безуспешными. Дистанционное наблюдение извне показало, что все перечисленные выше надземные этажи основного здания абсолютно пусты. Дрон так и не был обнаружен. Протокол 7. Стенограмма видеопротокола первичного обследования. Дата. Исследовательская группа. МОК ДЗТ-9 Кратокрыса. Командир группы. ДЗТ-9К. Члены группы. ДЗТ-9-1-2-3-4-4-П. Примечание. Ввиду высоких потерь, понесенных в предыдущих попытках разведки, было решено задействовать в дальнейшем исследовании SCP-1730 команду, специализирующуюся на обследовании аномальных зданий, а именно МОК ДЗТ-9 Кратокрыса. Команда состояла из пяти разведчиков и одного сотрудника поддержки, который оставался в центре и отслеживал колебания местной реальности. Начало протокола. ДЗТ-9К. Мы на связи. Дайте знать, когда настроите канал. Поддержка. ДЗТ-9П. В процессе. Я загружаю на вашей дисплее как бы довольно точную карту того, что вы должны увидеть там, но... ДЗТ-9-3. На неё не рассчитывать, верно? ДЗТ-9П. Как всегда. Не исключено, что там внутри зелёный тип, а также ещё много всякой дряни. ЗТ-9К. Понятно, центр. Что самое худшее? Центр. Обнаружен как минимум один вариант опасной для восприятия надписи на стенах. Ваши дисплеи способны отфильтровать любые надписи на стенах, так что они не несут для вас риск. Ну и также это зона содержания. Тире один. Зашибись. Тире К. Такие дела, ребята. Заряжай, пошли. Тире три. Да, мэм. Группа ЗТ-9 входит в главные здания и в первую очередь исследуют верхние этажи. По данным слетающих зондов, этажи пусты. Никаких признаков предыдущего разведывательного дрона не обнаружено. Тире К. Здесь чисто, как мы выглядим. Поддержка. Тире П. Устойчиво, капитан. Ничего из ряда вон. Пауза. Скажите четвёртому, чтобы настроил частоту канала. У меня проблемы с подключением к его модулю. Тире К. Сделаем четвёртый. Проверьте, частоту вы теряетесь. Команда спускается с основного уровня, активировав блокировку гроз на дисплеях. Команда движется в направлении лестницы вниз вместо лифта. Уже встретили немного той смолы. Есть идея, откуда она берётся. Центр. В этой смеси немного отходов с электростанции, а в основном это кровь и какие-то другие биологические остатки. Вроде гноя. А о том, откуда она берётся, мы знаем столько же, сколько и вы. Тире К. Думаю, мы здесь как раз, чтобы узнать. Центр. Это верно. Тире 2. Не так сильно, как вы говорили, эта хрень не смердит. Просто пахнет монетками. Тире К. Проверьте оборудование, мы идём в темноту. Команда спускается дальше и достигает шестого подземного уровня, отмеченного как крыло содержания евклидов. ЗТ-9К входит на уровень. Тире 1. Здесь много ТЛ Кэп. Тире К. Вижу их. Не все человеческие вроде. Тире 2. Нет. Такие, как показывали на брифинге. Кровь на лицах. Центр. Будьте на чеку, ребята. Тире К. Вас понял, продолжаем движение. Команда движется вперёд в течение короткого времени, исследуя в основном пустой пол. Внезапно раздаётся грохот. Все члены группы останавливаются и ждут, когда шум закончится. Слышен треск и крик ЗТ-9-4. Тире К. Что это было? Центр. Откуда-то из-под вас. Видите какие-нибудь структурные повреждения? Тире 3. Да, ещё как, блин, вижу. Под Рэндалом пол провалился. Вон он внизу под нами, я вижу его. Тире К. Четвёртый, вы меня слышите? Тире 4. Да, Кэп, я в норме. Но ногу похерил. Не знаю, смогу ли встать. Тире К. Хорошо, оставайся там. Мы идём к тебе. Третий, оставайся с Рэндалом. Первый и второй за мной искать лестницу. Тире П. Капитан. Под вами какие-то колебания, вы меня слышите? ЗТ-9-К не отвечает. Центр пытается связаться с остальными членами группы, но тщетно. Трансляция со стороны команды продолжается. Тире 4. Где же они? Тире 3. Где-то на пути к тебе, думаю. Тире 4. Ты как-то можешь спуститься сюда? Тире 3. Так, чтобы ноги не переломать. Вряд ли. Тире 4. Ты уверен? Я просто тут что-то слышу внизу. Тире 3. Пауза. Я ничего не слышу. Наверное, трубы. Тире 4. Нет, это определенно что-то. Пауза. Бляха, Берет, оно ползет. Тут внизу что-то есть. Тире 4. Держись, дружище. Кэп, вы меня слышите? Нет ответа. Кэп. Первый, второй, кто-нибудь. Черт. Тире 4. Берет, блин, оно здесь. Я его слышу. Куда-то в сторону. А ну отвали, слезняк сраный. Говорю, отвали, бля, быстро. Тире 3. Никуда не стреляй, Рандалл, ты. ЗТ-9-4 кричит. Камера Тире 3 показывает, что к Тире 4 медленно движется существо, напоминающее пиявку, черного цвета, длиной и толщиной примерно с рук взрослого человека. ЗТ-4 продолжает напропалую стрелять. Ввиду того, что Тире 3 вынужден отбежать от отверстия в укрытие. Стрельба неожиданно прекращается. Тире 3 заглядывает через край. Тире 3. Рэндалл, бля, господи, боже, я. Существо уже вошло в открытый рот ЗТ-4 и медленно движется вниз по его горлу. Микрофон ЗТ-4 передает приглушенные крики и слабый звук трения, напоминающий жевание. ЗТ-3 целится в существо и стреляет, но промахивается из-за того, что Тире 4 дергается. Тире 3 стреляет снова, попадая Тире 4 в руку. Тире 3. Ой, бля, ой, бля, ой, капитан. Запрашиваю разрешение застрелить Рэндалла. Нет ответа. Тире 3. Проклятие, капитан, запрашиваю разрешение застрелить четвертого. Нет ответа. Тире 3. Тире 4 задыхается. Пожалуйста. Тире 3 целится и стреляет Тире 4. Снова раздается гул. Пол под Тире 3 проваливается. ЗТ-9 Тире 3 падает на бетон внизу. Его раздавливает падающими обломками. Камера и микрофон ЗТ-3 отключаются. Микрофон ЗТ-4 продолжает передавать звуки у душ Ервоты в течение еще пяти минут. После чего Тире 4 замолкает. Из его рта появляется пиявкообразное существо и исчезает. ЗТ-4 встает и поднимает оружие ЗТ-3. Камера ЗТ-4 отключается. Примечание. С этого момента связь с группой ЗТ-9 полностью пропадает. Двое ее сотрудников сочтены погибшими. Состояние остальных трех остается неизвестным. После трех часов отсутствия связи, командование ЗОНа подало в совет запрос о полном прекращении всех разведывательных работ в SCP-1730. Пока ожидается ответ, микрофон ЗТ-1 снова появляется на связи. Тире 1. Ты не смотрел, да? Да, я тоже, Кэп. Оно было там, против этой стены. Его там нет уже? Я могу ее открыть. Нам нужны, мать их, патроны. Думаю, они ушли. Но я не хочу ждать пока. Ниже? А на каком этаже мы сейчас вообще? Я думал, что здесь только 15. Блядь. Хорошо. Внезапно появляется сигнал с камеры ЗТ-9-4. На экране видна огромная комната, тускло освещенная многочисленными маленькими огоньками. В дальнейшем становится видно, что эти огоньки исходят из ушей большого количества гуманоидов, спокойно стоящих вдоль стен. В центре находится углубление с крупным существом, похоже покрытым большим количеством небольших существ. В слабом освещении одно едва различимо. Несколько крупных труб позади существа перерезаны. Их содержимое льется в центр комнаты. Камера выключается. ЗТ-1. Что случилось с Зоной-13? В пятый раз уже вроде. Я нихрена не грибу, как я. Верно. Погоди. Да, я тоже. Это оттуда идёт. Это дерьмо повсюду, блядь. Смотрите. Открой эту дверь. Тсс. ЗТ-1 долго молчит. Тир-1. Нет, я... Тсс, тихонько. Нам нужно вернуться обратно к лестнице. Эй, там. Микрофон ЗТ-9-1 отключается. Примечание. Связь с командой снова утеряна. Приказом командования Зоны все исследовательские работы в SCP-1730 экстренно прекращены. В ожидании подтверждения от Совета О5. Через 4 часа возобновляется сигнал с камеры ЗТ-9К, а вскоре после этого и с микрофона. ЗТ-К стоит в комнате с очень высоким потолком, глядя на какую-то большую и сложную машину. Она медленно подходит к машине, останавливается у какой-то консоли с подсвеченным экраном. ЗТ-9К вытирает пыль с таблички выше экрана. Отчётливо видно слово «молотилка». Руки ЗТ-9К застывают над клавиатурой консоли. Слышен удаленный звук, впоследствии опознанный как шаги. ЗТ-9К резко оборачивается и смотрит в темноту за собой. Во время разворота её наплечный фонарь задевает какую-то часть машины и выключается. Шаги приближаются. ЗТ-К начинает тяжело дышать и бежит в темноту. Она спотыкается и падает. Шум начинает приближаться. ЗТ-К. Нет, мать твою, пошёл. Камера ЗТ-9-К отключается. В дальнейшем связь с командой ЗТ-9 не восстанавливалась. Приложение 1730.4. Данные обнаружены на терминале электростанции. Доктор Хедли. Как вы можете видеть, мощность подачи питания на устройство молотилка скорректирована в соответствии с вашими требованиями. По вашей команде мощность реактора будет увеличена до полных 55 гигаватт, необходимых для активации устройства. Как я уже упоминал в предыдущем сообщении, реакторы скорее всего не выдержат таких скачков напряжения. Ядро, предназначенное для шахты трупов, выдержат, благодаря его усиленной конструкции. Но всем остальным, вероятно, будет нанесён значительный ущерб. Кроме того, простите меня за неуместные высказывания. Так как я не назначен на работу с молотилкой, но устройство по-прежнему крайне нестабильное. Опыты на небольших предметах дали обнадёживающие результаты. И это, возможно, когда-нибудь станет приемлемой технологией. Но в данный момент оно рассматривается только как совсем крайняя мера. Использование устройства может дестабилизировать реальность здесь, а также там, где устройство остановится. Другими словами, надеюсь, вы знаете, что делаете. Удачи! Инженер 242. Приложение 1730.5. Избранные протоколы данных. Уважаемый доктор Хардли. 340. Мы получили ваше сообщение. Спасибо, что нашли время, чтобы связаться с нами. Мы рассмотрели ваш запрос, но в этот раз мы не можем утвердить перевод. В зоне 13 вы находитесь из-за вашего превосходного уровня профессионализма и достижений по вашей специальности. И мы не можем позволить себе направить вас в другое место. Вы можете поговорить с фармацевтом зоны по поводу назначения амнезиаков, если хотите. Но уйти из зоны 13 мы вам не позволим. Что касается ваших опасений по поводу протокола могильник директора Эмерсона, мы понимаем ваши жалобы. Но тем не менее, вы должны понимать, что аномалии, особенно те, которые классифицированы как гуманоиды, не являются человеческими существами. Человеческие существа являются очень специфической категорией неаномальных форм жизни. Гуманоидные аномалии могут казаться людьми, но это всего лишь гуманоиды. Как таковы, они не обладают правами и привилегиями, предоставляемыми комитетом по этике людям. Наша работа как исследователя – определить, откуда берутся аномалии, а затем определить, как наилучшим образом использовать эти аномалии во благо человечества. Мы защитники, и мы не можем защищать, если не будем знать всего, что нужно знать о той или иной угрозе. После того, как мы узнали все, что можно узнать, мы нейтрализовываем угрозу. Если у вас есть какие-либо другие вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нашим офисом. С уважением, Питер Гренвальд, председатель комитета по этике фонда SCP, руководитель Совета по этике Глобальной оккультной коалиции. Файл. Эксперимент. Протокол экспериментов. Сущность 3421. Ответственный доктор 1343. Цель эксперимента – определить способные сущности класса 8 Подчинять реальность при воздействии опасных условий и ингибирующего устройства с крентономолиуса. Для реанимации сущности между опытами используется SCP. Тест 1. Термальное воздействие – минус 35 градусов. Результат. Сущность теряет энергию, становится менее враждебной. Дальнейшее воздействие приводит к понижению наружной температуры и распаду слоя кожи. Сущность погибает через час постоянного воздействия. Тест 2. Термальное воздействие – 150 градусов. Результат. Сущность быстро погибает от теплового удара. Тело имеет признаки ожога всех поверхностей. Термальное повреждение внутренних органов. Сущность не в состоянии изменить реальность, чтобы спастись. Тест 5. Погружение в воду. Результат. Данные не найдены. Примечание. Похоже, что вода мешает работе устройства с крентономолиуса. Тест 13. Воздействие электричеством. Результат. Сущность не способна спастись. Тело не подлежит восстановлению. Сущность доставлена в шахту трупов для кремации. Файл. Сообщение. Кому? Инженер 242. От кого? Инженер 129. Тема. Контроль опасных токсинов в ядре реактора. У нас возникли проблемы с контролем над отходами в шахте. Стоки предполагается выкачивать за пределы зоны. Но они продолжают всасываться обратно в реактор с потоками воздуха. Материал значительно токсичен. Я не хочу отправлять туда своих ребят для уборки. Либо мы выключаем реактор на достаточное время, чтобы пойти туда и очистить его вручную. Либо у нас скоро возникнет весьма серьезная проблема. Файл. Устранение. Данные не найдены. Краткая сводка. Сущность проявила нежелание подчиняться при дальнейшем тестировании и была быстро устранена при помощи электрического тока. Сущность доставлена в шахту трупов для кремации. Хочу заметить, что директор Эмерсон подал дополнительный запрос на устранение всего крыла гуманоидов. Это будет выполнено в удобное для вас время. И мы сможем начать освобождать эти этажи. С уважением, доктор 790. Файл. Неизвестно. Когнитивная угроза удалена. Проявляет некоторое упорство. Но скоро ломается под психическим давлением ораторов. Это не редкость. Многие сущности во время начального обследования способны в некотором роде сопротивляться воздействию препаратов. Но это не может продолжаться в течение всего срока их пребывания здесь. Сущность оказывает особо интересный эффект на... Когнитивная угроза удалена. Что приводит меня к мысли, что мы могли бы перепрофилировать этот аспект сущности. Удалив шею, верх груди и часть руки. И присоединив к Марк 12. С помощью... Когнитивная угроза удалена. Я, скорее всего, пошлю это уведомление доктора 874. И начну развивать этот проект. С уважением, доктор 720. Файл. Неизвестно. Кому? Доктору Хардли. От кого инженер 242. Твоего крова я... Изменено. Мальчик и пиявку отправили сегодня в шахту. Я проверил, чтобы записи о его устранении были соответствующим образом изменены. И убедился, что подача всё ещё сблокирована. Не знаю, какие у вас на него были планы, но шахта эти принесла бы отравленно. Это не очень хорошо. Файл. Письмо Хэдли. Доктор Эмерсон, для начала позвольте мне сказать, что номера всегда были чушью. Если вы хотите должным образом обезличить ваших исследователей, замажьте их плашками. Номера изначально были шуткой. Если вы читаете, это значит вы остались при своём мнении. Что по-вашему вы делали, бросая тела аномалии в эту яму? Вы думали, что они аномальные просто потому что живые? Чёрт, жизнь это наименее аномальная часть нашего человечества. Я думал, вы видите это. Но потом всё изменилось. Нарушение условий содержания моя вина. Не буду вам врать. Работая исследователем, я имел удовольствие анализировать одного маленького мальчика. Его звали Элайджа. Он питался только кровью и высасывал её ртом из других, прямо через кожу, как пиявка. Умственные способности у него были на уровне двухлетнего. И всё же он заслужил такого же шанса на жизнь, как и остальные из вас. Он не по своему выбору таким стал. Потом вы решили его жечь, как остальных. Так что я подправил его данные. Огонь вашей шахты его не сжёг, а лишь разозлил. А тот осадок, который всё пребывает. Я рад, что вы озаботились тем, чтобы это вычистить. Я уверен, что вы тоже очень рады. Там совсем ужасно. В любом случае, это было ваше решение. Нарушение условий содержания было неизбежно. И нет никакой разницы, возникло ли оно поведнее чего-то, что вылезло из ямы. Или мои руки, нажавшие на кнопку. У вас есть выбор. Продолжить гнуть свою линию и обязательно быть сожженным существами, которых вы мучили тут в последние 15 лет. Или активировать молотилку. И надеяться на то, что она выбросит вас в более гостеприимную реальность, чем ваша собственная. В любом случае, наш мир избавится от вас и вашей грязи. И это будет во благо. Это ваш лагерь смерти, Элиот. Вы вырыли себе яму. В ней вас теперь похоронят. С уважением, Харли. По скриптум. Я не знаю, помните ли вы, когда была сделана эта фотография. Но я уверен, что вы узнаёте своё лицо. Удивительно, как много может меняться всего за несколько лет, не так ли? Всё потому, что вы гнались за повышениями. Невероятно. Надеюсь, это того стоило. Ах да, если вы решите поговорить на эту тему, я буду в подвале с Лайджей. Я присмотрел для него тёплое место, где можно разместиться, когда он прибудет. И позаботьтесь о том, чтобы у вас хватило крови. Приложение 17.36. Полученная аудиотрансляция. Следующая аудиотрансляция была принята наблюдающим оборудованием утром 1 февраля 2016 года. Трансляция, как речь, так и зашифрованный сигнал после неё, повторяется в непрерывном цикле. С тех пор, как была впервые обнаружена, содержание трансляции приведено ниже. Начало передачи. Здравствуйте. Меня зовут доктор Мохамед Скотт. Я научный сотрудник отдела темпоральных исследователей зоны 13 фонда SCP. Меня и мою команду бросили в зоне 13 во время недавнего катастрофического события, полных подробностей которого мы не знаем. В настоящее время мы окружены враждебными сущностями и другими опасными аномалиями. Из первоначальных 30 членов моей команды осталось только 12. Всем оперативникам фонда, прослушивающим этот канал, мы просим о помощи. У нас осталось чертовски мало как продуктов, так и боеприпасов. Без помощи маловероятно, что мы сможем продержаться больше, чем один месяц. Далее вы услышите зашифрованный и скорректированный сигнал ВМС, поддающийся расшифровке с помощью стандартных технологий фонда 80-х годов. Информация, содержащаяся в этом сигнале, указывает на наше местоположение, насколько мы смогли его описать. Передачу я замкнул на себя, поставив выключатель по принципу мёртвой руки. Она будет воспроизводиться на непрерывном повторе, пока я не умру. Пожалуйста, помогите нам. Зашифрованная информация. Конец передачи. Приложение 1730.7. Обновлённый меморандум по исследованию. В свете последней информации, собранной командами наблюдения фонда, сочтено уместным снова отправить экспедицию в зону 13. Приказом Совета Смотрителей и процедура содержания CP1730 были обновлены. На данный момент рассматривается возможность задействия мобильной оперативной группы ТАО-5 Самсара. Ожидайте подробностей. Приложение 1730.8. Стенограмма обследования. Расшифровка видеозаписей. Дата. Исследовательская группа мобильной оперативной группы АПОЛО-3. Игеря. Субъект. SCP-1730. Глава команды. АПОЛО-3-РОС. Члены команды. АПОЛО-3-Хьюстон, АПОЛО-3-НОЙ, АПОЛО-АХАЛО, АПОЛО-ВИГА. Начало записи. РОС. На связи, все готовы? ВИГА. Подожди. Центр. 60-секундная готовность. РОС. Все готовы? Хьюстон. Мы готовы. РОС. Ладно, сохраняем спокойствие, не выключаем фонари. Если видим что-то подозрительное, включаем свои визоры. Каждый член группы АПОЛО-3 был экипирован визором-шифратор, который был способен в реальном времени фильтровать визуальные угрозы. Эти устройства уже были протестированы на множестве других аномалий. Они посильно фильтруют большинство угроз и активируются от надписей и изображений символов, также диаграмм, если они опознаются как потенциальные угрозы. И подаем другим сигнал приготовиться. Помните, внутренняя топография этого места нестабильна, так что есть шанс, что мы будем разделены. Если это случится, не двигайтесь, пока место не стабилизируется, и кто-нибудь не придет за вами. Используйте передатчики. Если вам никто не отвечает, стреляйте во все, что движется. Пауза. Только если это не свои, наверное. Ной. Тогда точно стреляйте. Группа смеется. Центр. 30-секундная готовность. РОС. Хьюстон, ты пойдешь вперед. По нашим данным, за этим входом находится длинная лестница, уходящая вниз. Дверей мы там встретить не ожидаем, так что дойдем до самого низа. Пока не доберемся туда, все будет безопасно. Понял? Хьюстон, понял. РОС. Еще вопросы? Ахалу, ты чего затих? Ахалу, все в порядке, босс. РОС. Ладно, это то, что я хотел услышать. Центр. 10-секундная готовность. Вига. Начинаем. Пауза. Центр. Игиря, вы можете начинать операцию. РОС. Поехали. Группа входит в SCP-1730. Как и ожидалось, внутри оказалась длинная лестница, ведущая вниз. Хьюстон пошел вперед. Центр. Группа. Мы наблюдаем за вами. Но вы сообщаете, если увидите, услышите или почувствуете что-то странное. РОС. Принял. Группа спускается 3 минуты. Света нет. Освещение обеспечивает только закрепленные на плечах МОК АПЛО-3 фонари. РОС. Как мы выглядим? Хьюстон. Довольно хорошо. Мы... Пауза. Я вижу дверь в пролете. Вига. Я тоже. РОС. Ладно, это нехорошо. Ахалу, но и прикрывайте нас, когда мы войдем. Подождите. Группа останавливается. АПЛО-3 Хьюстон пытается открыть дверь, но она заперта. Ахалу. Из-под двери дует. Пыль разбросала потоком воздуха, видите? РОС. Ага. Вига, давай взглянем через эту инфракрасную камеру. Вига. Хорошо, сейчас. Пауза. Вот она. 10 секунд тишины. РОС. Да нет, я не... Радиопомехи. Даже не собираюсь трахаться с ней. Пойдем дальше. Центр. Командир группы, вы слышите? Все в порядке. РОС. Эх, да, у нас все хорошо. Все еще спускаемся. Центр. Принято. Просто тут помехи убеждают, что все хорошо. Команда продолжает спускаться еще 3 минуты. РОС. Да, Центр, там дальше свет. Может быть выход? Всем быть на чеху. Команда спускается еще 2 минуты. Ной. Черт. Вига. Вау, что это за херня? РОС. Проклятие. Ладно, Центр, довожу до вашего сведения, что конца у лестничной клетки нет. Даже не знаю, откуда шел свет, который мы видели. Но мы спустились где-то на 3 ступеньки. Перед нами что-то типа пустоты. Я не вижу, где она кончается. Центр. Вас понял. Подождите, группа, мы посмотрим на это. Ахала. Может туда что-то кинуть? Посмотрим, как далеко будет падать. Вига. Я имею в виду, что не могу разглядеть, насколько оно глубоко. Оно типа как бесконечно. А полу три ахала пожимает плечами. Центр. Егеря, продолжайте миссию, поднимайтесь. Мы поищем другую точку входа. Хьюстон. Черт возьми. РОС. Ладно, мы просто... Вига. РОС, смотри, это не пустота, это жидкость. Она просто не отражает свет. Черная, как смоль. Хьюстон. Выглядит как вода какая-то. РОС. Подождите. Пауза. Да, с этой херней мы тракться тоже не будем. Центр. Как далеко мы от конца лестницы? Центр. Один момент. Тишина. Вы примерно в 50 метрах от предполагаемого конца лестницы. РОС. Чудно. Карта тут больше не поможет. Движемся обратно и ищем другие входы. Центр. Командир группы, подождите немного. Прямо сейчас мы пытаемся вычислить ваше местоположение. НОЙ. Эй, шеф. РОС. Подожди. НОЙ. Нет, посмотри это. РОС. Заткнись, я. Хьюстон. Ой, бля, оно поднимается. РОС. Вот дерьмо. Ладно, парни, пора съебывать. Черная жидкость начинает быстро пребывать. Догоняем ОКО полу три. Группа быстро движется наверх в относительной тишине. ВИГА. Оно догоняет нас, твоя мать, быстрее. Хьюстон. Черт, я. АХАЛА. Хьюстон, хватай его, РОС, помогай. РОС. Бля, тяни. Хьюстон. Мои ноги. Бля, 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 мои ноги, я. НОЙ. Тут еще одна дверь есть быстрее. РОС. Держись. Группа заходит в дверь. Она резко захлопывается. НОЙ. Боже, что случилось с его ногами? РОС. Черт, Хьюстон, ты. Хьюстон. Я АХАМ, подожди. ВИГА. Что? Центр, что у вас случилось? Вы меня слышите? РОС. Да, извините, Центр, все произошло очень быстро. Хьюстон упал с лестницы, и его ноги покрылись этой хренью. И теперь они просто пропали. Тело кончается внизу, как будто ног никогда не было. Хьюстон. Парни, я все еще их чувствую, как бы... ПАУЗА. Я вижу, что ног нет, но мне не больно. Может, даже я смогу встать. АХАЛА, вот же херня. А полу-3 Хьюстон начинает вставать. У него отсутствуют ноги, но все выглядит так, что он поднялся, как обычно. Как если бы ноги были на месте. А полу-3 ВИГА проводит рукой там, где должны быть ноги Хьюстона. Рука проходит свободно. НОЙ. УХ. РОС. Ладно, вот что. Тебе не больно, Хьюстон? Хьюстон. Все как обычно. РОС. Хорошо, это какое-то поехавшее дерьмо. Центр, что мы знаем об этом? Центр, ничего. РОС. Ладно, давайте двигаться. Центр, похоже, мы в помещениях обслуживания или чем-то таком. Тут трубы всюду, сверху и снизу, вентили и такие штуки. Тут довольно тепло. АХАЛА. Вон на стене, что случилось с зоной 13? РОС. Тут одна и та же фраза все время попадается на стенах. Центр, а мы уверены, что у нее нет меметического эффекта? Центр. Нет, исследования не выявили аномальных эффектов от этой фразы. Однако мы не знаем, почему она попадается. РОС. Понял, двигаюсь по коридору. Группа молчит несколько минут. Все это время камера Ноя, полу-три, постоянно отключается. Эта информация не была доведена до группы. Хьюстон. Что там впереди, видите, вон за углом? ВИГА. Это что, человек? РОС. Приближаемся с осторожностью. Не рискуем. Группа в тишине приближается к объекту. При приближении на видео становится различимый безображенный труп человека, неизвестного возраста, частично слившийся со стеной. Видны некоторые другие странности. Например, стены и потолок вдавлены друг в друга. Группа этого не замечает. РОС. Вот чёрт. Хорошо увидеть знакомое лицо. Парни, это же просто Захарий. АХАЯ. Слава богу, Захар, как ты сюда попал? Тишина. Хьюстон. Мы тоже, мужик. Это место просто пиздец. Глянь на мои ноги, мужик. Посмотри на это дерьмо. ЦЕНТР. Командир группы информирует вас, что вы попали под действие сильной когнитивной угрозы. Мы пытаемся загрузить фильтр в ваши визоры-шифратор. Один момент. ВИГА. Нет, ЦЕНТР, всё хорошо, это просто Захар. Мы идём обратно, да, приятель? А полутри ВИГА игриво толкает труп, отчего у него отваливается челюсть. Труп не отвечает. РОС. Захар, мы ищем пропавших тут людей. Ты знаешь, как попасть на нижние уровни? Тишина. АХАЛА. Дерьмо. РОС. Ладно, ладно, так, подожди, а что за этим? Тишина. РОС. Угу. Тишина. Хьюстон. Блин, а он прав. А где НОЙ? Группа осматривается. А полутри НОЙ не видно. РОС. Вот дерьмо, Захар, жди тут. НОЙ, ты меня слышишь? ПАУЗА. НОЙ. Это РОС. Ты меня совсем не слышишь? ПАУЗА. Куда делся НОЙ? ЦЕНТР. Это неясно, командир группы. Информирую, что загрузка завершена. Пожалуйста, перезагрузите свои визоры. Группа перезагружает визоры. РОС. Так, закончили. Что это было? Ух, ну и мерзость. ЦЕНТР. Тут труп в стене. Похоже, он как-то с ней слился. Наши визоры трещат, как сумасшедшие. ЦЕНТР. Принято, командир группы. Продолжайте. Хьюстон. Подожди, глянь, вон там. Видишь мерцание? ВИГО. Это газ? Похоже на утечку газа. АХАЛА. Ох, блять, нет. Гляньте на пол. Гляньте за этой штукой, ебать. Хьюстон. Дерьмо, НОЙ, дерьмо. Приближающийся к Аполлу-3 призрачный мерцающий гомоноидный конструкт явно был источником пространственных аномалий в этой местности. Когда ноги существа касались пола, он начинал искривляться вместе с окружающим пространством и стабилизироваться, когда оно проходило. Оперативник НОЙ виден висящим за существом. Однако, что с агентом, понять нельзя, так как пространственная аномалия, в которую он попал слишком сильная, мало что удается рассмотреть. НОЙ осторожно пытается двигаться. Но аномалия искажает его, когда он это делает. РОС. Да пристрелите его, ваша мать, открывайте, блять, огонь. МОК Аполлу-3 стреляет в сущность. На подлёте к нему пуля начинает менять траекторию. Закручиваются и просто падают на пол. Или улетают в потолок. АХАЛА. Это не работает, шеф, мы. ВИГА. МОЯ СРАНАЯ РУКА, блять. ВИГА повернулся и, похоже, пытается оттолкнуть какую-то невидимую силу. От камеры Аполлу-3 АХАЛА тянется длинный мерцающий прозрачный отросток в сторону Аполлу-3 ВИГА, поглощая стену, вдоль которой он двигается. Он обвивается вокруг левой руки Аполлу-3 ВИГА, который начинает заметно искажаться. ВИГА кричит. РОС. Хьюстон. Якорь. Хьюстон. Ах да. Аполлу-3 Хьюстон достал миниатюрный портативный якорь реальности Скрэнтона. Включил его и бросил в сущность. После вспышки красного цвета сущность на долю секунды стала видимой. Это был страшный изуродованный вытянутый гуманоид, который был виден всего секунду, до того как сильные искажения реальности были устранены якорем, что вызвало мощную ударную волну в коридоре. Это вывело группы из быспособного состояния. ВИГА. Ох, моя рука. Левая рука Аполлу-ВИГА ярко-красная, но в целом нет, это просто эффект якоря. Ты в порядке? ВИГА. Да, со мной всё хорошо, спасибо. РОС. Боже, Ной, Ной, ты тут? Тишина. РОС. Кто-то из вас видел Ноя? ВИГА. РОС, сюда смотри, в стене. Когда пыль осела, стало видно Аполлу-3 Ноя, который частично слился со стеной. Потолком и полом коридора на 10 метрах. Агент не двигался. Хьюстон. Давица. Ахала. Непонятное бормотание. РОС. Боже, центр, меня слышно? Алло. Центр. Слышим вас, командир группы. РОС. Мы потеряли Ноя, он в стене. Мы должны продолжать миссию. Центр. Один момент. Тишина. Центр. Командир группы, вы не думаете, что возвращение будет опаснее продолжение миссии? РОС. Я, я не могу этого знать. Мы совершенно никак не можем это узнать. Тут всё просто невероятное. Я даже не знаю, сможем ли мы вообще вернуться, если захотим. Никто из группы не знает. Не знают же? Центр. Всё верно. РОС. Пауза. Честно говоря, то, что происходит, тут вряд ли хуже того, с чем мы столкнёмся по пути обратно. Наверное, нет никакой разницы. Пауза. Всё равно. Давайте двигаться вперёд. Центр. Принято. Командир группы. Мы готовим другую группу, чтобы вас эвакуировать. На тот случай, если вы выполните миссию. Время прибытия 4 часа. РОС. Вы отправите другую группу сюда? Да какие диеты на такое согласятся? Центр. Самсара. РОС. Ох, пауза. Ладно, круто, вас понял. Группа беспрепятственно продвигается какое-то время. Она проходит несколько мест. А именно, разрушенный медпункт в столовую, где всё оплавлено. Крыло содержания объектов класса Олимпия, которое имеет не менее 100 метров в высоту. В итоге, группа выходит в комнату в конце зала, которая, скорее всего, является телекоммуникационным центром. На стене напротив группы работает один телеэкран. Хьюстон. Это странно. РОС. Спокойно, ребята, осмотрите комнату на предмет вещей, которые могут быть интересны. ВИГА. Эти терминалы подключены к питанию. Я сохраняю данные с них. С другого конца комнаты слышен звук, похожий на статические помехи. Ахала и Хьюстон двигаются к работающему телевизору. Ахала. Тут какая-то передача идёт. Экран мерцает, и появляется картинка. Интерьер стандартной камеры содержания, лишённой всех удобств и личных вещей. Пространство камеры слабо освещается одной красной лампой перед камерой. Высокая фигура стоит в углу. Хьюстон. Подожди, это... Ахала. Вот дерьмо это. РОС. Что это? Хьюстон. Это помпон с саной клоун. После упоминания имени фигура начала смотреть прямо в камеру. Неизвестная фигура. Что? Что вы хотите? РОС, я агент. Так, подожди, а кто ты? Фигура смещается вбок. Её становится видно чуть лучше во тьме. Красный свет освещает её глаза. Но всё ещё видна небольшая её часть. Неизвестная фигура. Хм. Вы другие. Вы немного другие. Вы знаете, я чую вас даже отсюда. А вы этого и не знаете. Они знали. А вы не такие, как они. Они достигли впечатляющих высот в узнавании. Они знали. Они знали, они узнают. Хм. РОС. Ты клоун помпон, да? Фигура медленно скользит вдоль стены. Прямо по краю освещенной площади. Он приближается к камере. Неизвестная фигура. У них был для меня номер, когда я был помпоном. Но вашим друзьям номер не понравился. Сказали, что мы идентифицируемся по номерам. Хм. Я не помпон. Я штука, что была помпоном. Пауза. Ты не там, где ты должен быть, дружок с пушкой. Ты не соответствуешь местной атмосфере. Ты не из этого места, как и я. Как мы, РОС. Ага, что тут случилось? Неизвестная фигура. Эмерсон как-то на струнах играл, что во вселенной натянуты всюду. Как по канату по ним он гулял. Но испугался, свалился оттуда. Эмерсон хитрый, мелкий подлец. Хотел взять коробку и все, и конец. Нет, нет, нет. Эмерсон сложен в коробку идеи. И смерть и страдания. Такие затеи. Работает много. Коробки все больше. Струны прочные, да все тоньше. И тоньше. Лопнули все одна за другой. И все мы упали в бездну долой. Смеется и отходит. РОС. Как много тут других сущностей? Кого ты еще знаешь? Неизвестная фигура. Как много? Хе-хе-хе. Как много сущностей сожжено зоной 13? Смеется. Ты жалкий. Жалкий мальчик не отсюда. Жалкий маленький мальчик. Все идет в зону 13. Если фонд или коалиция ловили что-то, это бросалось в местную мясорубку. Все. Они уничтожили нас всех. Нечего тут ловить. Некоторым повезло. Помпону повезло. Его оставили в коробочке, чтобы потискать. Поиграть. Поэкспериментировать. Чтобы услышать, какие звуки мы узнаем, когда хотим умереть. Остальным не повезло. Пауза. Они сожгли библиотеку, знаешь ли. Вскрыли, как банку супа. Вытряхнули содержимое в печку. Сожгли все это место. Они другие вещи делали. Страшные вещи. Папочке Эмерсону все нравилось. Он хотел всего этого. Постоянно. Я видел, как ему становится весело от всего этого. Плюется. Рос. А что самое страшное? Неизвестная фигура приближается к камере и становится полностью видимой в красном свете. Существенная часть его тела скрыта помехами, которые следуют за телом. Помеха выглядит так, как будто прикреплена к фигуре, создавая темный желтый налет, похожий на тину. По ходу движения фигуры теряет часть своего вещества, что уменьшает помехи. Половина лица фигуры отваливается, когда она подходит к камере. Один глаз закрыт помехой. Неизвестная фигура. Тут все самое страшное. Вига. Шеф, мы ловим какой-то радиосигнал. Я думаю, это выжившие. Мы приближаемся к ним. Рос. Пауза. Ладно, давайте двигаться. Неизвестная фигура. Развлекайтесь, мальчики. Смотрите, чтобы вас мертвые жуки не покусали. Смех. Если найдете папочку Эмерсона там, пауза. Затрахайте его до смерти ради меня. Аполло-3 Вига выходит из телекоммуникационной комнаты. Главный зал. Группа следует к источнику сигнала, обнаруженному Аполло-3 Вига. Она подходит к отделу с криогенными камерами содержания, которые когда-то работали с криогеном у Ай-крыле зоны 19. Когда группа заходит туда, центр теряет связь со всеми членами группы. На канале связи только прерывистые помехи. Это продолжается 30 минут. Затем сигнал возобновляется. Аполло-3 Хьюстон. Центр. Центр, вы там? Вы меня слышите? Хьюстон, мы вас слышим. Все в порядке. Хьюстон. Мы пытались связаться с вами целую вечность. Да, мы нашли выживших. Все они тут застряли. Я не знаю, как назвать это место, но для жизни оно не очень подходит. Мы встретили 20 или 30 человек. Еще мы нашли некоторых из наших агентов. Некоторые из крытокрысов, некоторые из спутников. Все они тут застряли. Центр, вы готовы к эвакуации? Хьюстон. Эх, да, типа того. Все это происходит не совсем так, как бы нам хотелось. Центр, все намного хуже, чем мы могли представить. Я даже не знаю, как они вообще засунули некоторые штуки в камеры содержания. Но вынужден доложить, что все камеры содержания открыты. Все это происходит на самом деле. Типа реально на самом деле. Мы слышим разные звуки на нижних уровнях. Я думаю, чем бы они там ни были, они ищут нас. Мне кажется, они злые. Если они найдут нас, у нас не хватит пуль, чтобы их остановить. И мы оставим всех этих людей им. Центр, а где Рос? Хьюстон. Он пытается организовать какую-то оборону со всеми на всякий случай. Если они сюда ворвутся, тут все очень плохо, знаете ли. Если у вас есть какой-то запасной план, мы выслушаем все варианты. Центр, как долго вы были там внизу? Хьюстон. Эм, пауза. Может три дня? Центр, принято. Аполло-3. Сообщаю вам, что мы готовим и отправляем группу ТАО-5. До спасения эвакуации. Хьюстон. Да, мать ваша, скажите им поторопиться. До спасения эвакуации.